Дорогие друзья, у меня в гостях сегодня Константин Эгерт, мы с ним обычно пускаемся в разного рода исторические дискуссии, экскурсы, но как-то вот сегодня у меня такое ощущение, что очень много интересных событий, которые происходят у нас здесь и сейчас, и мне бы хотелось разговоры об истории отложить на потом, а сейчас поговорить на актуальные темы. Мы знаем множество примеров того, как спустя рукава европейская бюрократия очень формальным образом подходит к решению разных вопросов, в том числе и вопросов санкционных. И действительно возникает портчаса ощущение, что идут по пути наименьшего сопротивления. Гораздо проще, чем разбираться, искать слабые места, вычислять, а кто там может решиться. Если мы предварительно проведем переговоры и какому-нибудь господину Н сообщим, что мы готовы против вас в санкции не вводить, готовы вас исключить из санкционного списка, если вы и так далее. Для этого надо же сидеть, работать, анализировать, придумывать какие-то схемы. А так раз и действительно всем списком спорта, все санкции. Понятно. Именно поэтому американские санкции всегда более эффективны. Потому что все-таки, когда санкции вводит суверенное государство, это более эффективно, потому что бюрократия суверенного государства, она работает с очень ясным целеполаганием. И уж в Америке-то механизм санкций отработан очень хорошо. Это не значит, что у них не бывает каких-то просчетов и ошибок. Но иногда, посмотрим на российскую нефть, Вашингтон старается не совсем уж зажать нефтяной комплекс России. И по экономическим соображениям они очень боятся шоков для глобальной экономики. Потому что они по-прежнему боятся, ой, что будет, если Путин рухнет, придут какие-то страшные нацисты. Ну вот эти все мифы. Медфорические стрелков бис. А ЕС, к сожалению, да, поскольку это все-таки, при всей координации, это не суверенное государство, а это группа государств. Брюссельская бюрократия работает сложнее. Кроме того, в ЕС всегда было сдержанное отношение к санкции. То, что они с 2014 года, так сказать, наращивают вот этот санкционный пакет постоянно против России, это вообще, на самом деле, чудо. Потому что как раз очень часто, вспомним историю с Ираном, европейцы выступали как раз противниками санкций. Говорили, что это ни на что не влияет, это бьет по обычным людям. Если это бьет по обычным людям, то это типа, ну как-то, укрепляет режимы те или иные и так далее. Санкции есть, но, конечно, их координация и проработка не такая, как в Америке. Это надо прямо признать, потому что американцы, конечно, короли санкций настоящие. При всех повторениях, потому что бывают там тоже какие-то пролеты, но никто санкций лучше американских не вводит. В том числе и потому что доллар – мировая резервная валюта, и потому что Джанет Йеллен, например, которая была в последние дни в Китае, глава Федерального резерва, она очень четко объяснила китайским банкам, что с ней будет, если они будут продолжать работать с российскими. Вот это, кстати, важный момент очень. На мой взгляд, серьезнейший. Миналисты там были прекрасные в Госдепартаменте и в Совете национальной безопасности. Некоторых ты, может быть, даже и лично знал. Помнишь, был такой Дэн Фрид? Конечно, я его знаю очень хорошо. Король санкций как раз. Да, да. Реально. Который очень четко понимал, как механизм работает и какой может быть самым эффективным. И где? Да, конечно же. И, к сожалению, сегодня он просто, я его видел в Вашингтоне недавно, он, ну, там, что-то делает в Атлантическом совете, что-то еще, но он не советует нынешней администрации, он всегда ассоциировался с республиканской партией. Вот. И, кроме того, это реально хороший знаток русского языка, и человек, который может процитировать тебе Гоголя. И большой любви друг Украины тоже, надо понять. Вот. Но, так сказать, ну, такие люди, когда делают санкции, понятно. Там еще в добавку широкое образование и понятие о культурных элементах, как что будет восприниматься. Это тоже важный момент. Не может быть не первостепенный. Первостепенный всегда, здесь голый интересный и так далее. Но как это будет восприниматься, так сказать, вот с точки зрения социокультурных каких-то вещей, традиций и так далее, тоже важно понимать. Вот. Так что посмотрим, как будет, посмотрим, насколько действительно точно вот эта история с тем, что санкции на самом деле сохраняются. Вот. И будем наблюдать, что будет дальше. Но, конечно, в общем и целом, пока что это никакого раскола режима мы не видим, никаких особых проблем у него нет. Ну, и, кстати, вот к вопросу о том, как ведут себя европейские и американские политики. Да, вот ты знаешь, наверное, что выступил министр обороны Остер, и что-то там сетовал по поводу возможных... Ударов по НПЗ. Да, я, собственно, на это и намекнул, когда говорил о том, что Соединенных Штатов более такое мягкое отношение к российскому там нефтяному, чем нефтехимическому сектору. Да, они очень боятся, что нелады с НПЗ в России отразятся на мировом нефтяном рынке вообще. Очевидно это так. Абсолютно очевидно. Ну, а выясняется, что, судя по реакции Москвы, да, у Чары по НПЗ, возможно, самое эффективное, что до сих пор было сделано в ответ. Ну, не считая самого сопротивления и контрнаступлений в прошлом, успешных контрнаступлений. Я не говорю про то контрнаступление, которое не оправдало ожиданий, да. Но вот помимо этого удары по НПЗ и, ну, очевидно, два успеха. Вот эти атаки и удары по объектам Черноморского флота в Крыму, которые вынудили, по сути дела, начать перебазировать флот туда, в Новороссийское и в другие порты северного, в смысле, российского побережья Кавказа. Да, я соглашусь, так оно и есть. Очевидно, что это большие успехи и украинских вооруженных сил, наверное, те, которые, ну, действительно, объективно надо отметить, они есть. Это то, что удалось, так сказать, придумать. И это, кстати, показывает, что, ну, действительно, в Киеве это все разрабатывают с прицелом довольно дальним и пытаются использовать, будучи, ну, исходно, хотя в демографическом плане более слабой стороной, украинское руководство пытается использовать, ну, скажем, какие-то очень изобретательные методы ведения войны. Но, да, я бы сказал, что администрация Байдена в последнее время, ну, ведет себя, да, они пытаются протолкнуть этот пакет помощи, не сказать, что очень энергично, на мой взгляд. Да, но, в общем и целом, с другой стороны, постоянно шлют в Киев какие-то вот сигналы, что вот этого делать не надо, этого делать не надо. Другой вопрос. Это может быть частью, ну, такой игры, если угодно. То есть говорят на публике одно, украинцам тихо говорят, это мы так, для внутренней, так сказать, аудитории, для того, чтобы в предвыборный год Байдена меньше обвиняли в том, что он вот безоговорочно поддерживает украинцев, республиканцев-изоляционистов, чтобы в этом меньше обвиняли и так далее. Я могу себе представить, что это может быть игра на самом деле. Вот, но сигнал, конечно, публичный, вот такой, конечно, не очень неприятный для Украины, для Киева, нет сомнений. И возникает еще один вопрос. Я не знаю, обратил ты внимание или нет, что опять в публичных выступлениях Владимира Зеленского появилась тема возможного контрнаступления украинской армии. На сей раз он ее увязывает с предоставлением необходимого оружия и военной техники. То есть обращается к американским конгрессменам, говорит, что Украина рискует проиграть, если вы не предоставите обещанную помощь. С другой стороны, говорит, что Украина может перейти в контрнаступление, если вы дадите помощь. Здесь как-то не очень последовательно, на мой взгляд, это происходит. И опять я боюсь чего? Я боюсь того, что могут опять возникнуть завышенные ожидания. И во-вторых, конечно же, опять поднимается разговор о членстве в НАТО. Я опять-таки боюсь, что это опять кончится, как в прошлом году. Я этого даже не боюсь. Из того, что я знаю после недавней поездки в Вашингтон, разговоров там, и у меня нет никаких сомнений, что Украина не будет приглашена в НАТО. Никаких принципиальных изменений в статусе отношений Украины с НАТО не произойдет. По крайней мере, на сегодняшний день так. Я не знаю, что-то может измениться за ближайший сколько там получается? У нас три месяца. Но пока что все, с кем я говорил в Вашингтоне, говорят, ну вообще ни на что надеяться не стоит. Это будет повторение Вильнюса прошлогоднего. Ну там будет какая-то риторика, возможно будет какая-то дополнительная помощь и так далее. Но никаких сдвигов официальных в отношениях Украины и НАТО не будет. Очевидно также, что какие-то решения будут приняты, скорее всего, это мое подозрение, опять же, по усилению присутствия союзников на границах России. Ну вот буквально дня три назад было сообщение, что первые военнослужащие бригады Бундесвера, которая должна быть развернута в Литве, порядка шести тысяч человек, как это там с разведбатом, со своим ПВО и так далее, уже прибыли в Литву. Это довольно быстро, потому что ожидалось, что полная развертыва не произойдет. И это еще только в 26-м году, ускоренными темпами строятся казармы и так далее. Я так понимаю, что дислокация вот это все полностью будет завершена раньше, чем в 26-й год. Подозреваем, будут приняты еще какие-то решения. Мне так кажется, что история про то, чтобы Путин и не думал что-то сделать в Литве или в Финляндии, или в Польше, вот она, я думаю, будет ключевой на этом саммите. А Украина и Грузия, кстати, не будем забывать, она тоже по-прежнему потенциальный кандидат. Они, конечно, не будут, не получат никаких принципиальных изменений в своем статусе. В этом я глубоко убежден. Что касается выступления Зеленского, я не хочу ничего говорить. Я не в Киеве, я сейчас не общаюсь с какими-то людьми там регулярно и так далее. Вот, так сказать, съезжу, посмотрю, может быть, что-то говорить. Но, и то картина будет неполной, но Узеленский говорит, значит, что знает, про что он говорит. Тем не менее, я немножечко, ну как, я немножко удивлен. А зачем ты говоришь? Будет контрнаступление? Подготовите его, ну и контрнаступайте себе сколько хотите. Зачем об этом говорить заранее? Я не очень, так сказать, я не очень понимаю эту игру, потому что, да, действительно, звучит странно. Вы нам дайте оружие, но если не дадите, мы все равно будем контрнаступать. Ну, как бы это звучит-то так. Поэтому мне кажется, что это странно. Тем более, что, повторяю, в данной ситуации, когда у тебя новая военная руководство, но мне бы казалось, что, наверное, лучше как раз сохранить какую-то секретность и неопределенность. Неопределенность путь напугает. Угу. Жесткое интервью Зеленского также вот в группе Аксель Шпрингер, там, я так понимаю, нескольким сразу одновременно изданием Зеленский дал интервью. Так полагаю, что это Бильд плюс газета Девельд. И, может быть, что-то еще. Берлинер Таггерцайдинг, по-моему, вот третье массовое издание. Да, кажется, да, да. Таггершпигель левый очень, да. Таггершпигель, да. Ну, говоря, когда он в таком тоне говорит с Трампом, не слишком ли это, не перебор ли? Ну, я считаю, что очень мудро ведет себя сейчас с Трампом Великобритания. Вот Дэвид Кэмерон, мне кажется, очень показал, ну, у меня, не только у меня, я, ладно, я не британец, но у многих к ним много вопросов. Но то, что он поехал в Соединенные Штаты и перед всеми встречами в Конгрессе, перед встречей с Блинкеном и так далее, встретился с Трампом у Трампа в Мар-а-Лагу, в его, так сказать, имении, и долго с ним беседовал, в том числе на тему Украины. Мы не знаем содержание бесед, естественно, они остались частными, но можем предположить, что, очевидно, Кэмерон пытался объяснить Трампу, наверное, что, а, европейские союзники делают теперь очень много и будут делать еще больше для того, чтобы не только Соединенные Штаты отвечали за оборону европейского континента, что растут бюджеты, что растет психологическая модернизация и так далее. Тут, кстати, я думаю, что действительно много хороших примеров есть, включая, например, соседнюю мне Польшу, где военная реформа идет такого масштаба, что, может быть, лет через пять уже пожалеют литовцы, что у них бундесвера, а не поляки. И, кроме того, я так понимаю, что разговор шел о том, почему нужно поддерживать Украину. Видимо, он пытался убедить Трампа в том, что это как раз в интересе не только в Соединенных Штатах, но и его лично. И в этом смысле это, по-моему, очень интересный подход. И британцы, ну, надо прямо признать, британские политики, конечно, люди с гигантским опытом и политический класс британский, знаменит своим гибкостью и прагматизмом. Но вот это, на мой взгляд, может быть, более правильный подход, потому что, кроме того, надо понимать еще одну вещь. И мне очень не нравится идея второго срока Тональда Трампа, потому что мне не очень нравится, когда люди идут во власть для того, чтобы отомстить. Это плохая штука. Это плохо для страны и для мира, особенно когда речь идет о политике номер один, каким является президент Соединенных Штатов. По факту это политика номер один в мире. Но при этом я все-таки призвал бы быть осторожным в оценке того, что будет делать Трамп. Во-первых, мы не знаем, что он будет делать. Во-вторых, много источников по поводу Трампа, это, ну, откровенно скажем, враждебные ему медиа. Когда Вашингтон-Пост публикует вот эту сенсационную статью, там, дня три назад, два, про то, что Трамп сказал, что он там заставит Украину отдать Крым и Донбасс, или вот, ну, что-то такое. Это абсолютно сплошные анонимные источники, которые ссылаются на другие анонимные источники. Ну, зная отношение Вашингтон-Пост к Трампу, я не могу до конца сказать, что это я в это верю. Но был бы хоть один какой-то, хоть намек на то, кто это, кто эти люди. Люди, знающие ситуацию. Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но у меня вообще в последнее время синдром профессора Преображенского, потому что я читаю некоторые статьи, которые появляются в американской прессе по поводу происходящего в Украине и вокруг нее. И там временами, ну, такие, опять-таки, ничем не подкрепленные выдвигаются версии развития событий. Тоже со ссылками на анонимные источники. Фронт рухнет вот-вот. Вот-вот произойдет прорыв. Украина может потерять всю территорию на левом берегу. Левом берегу Бритна, Днепра, да. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И потом выясняется, что даже неловко об этом разговаривать с военными экспертами, которые спрашивают, а простите, о каком прорыве фронта идет речь? О тактическом, об оперативном или о стратегическом? Вы переспросите там у ваших американских коллег, что они... Что они имели в виду, да. Да, поэтому, смотри, хочется сказать, не читайте американских газет. Смотрите, вот я хочу сказать. Я, например, ну, если я хочу почитать что-то, ну, относительно объективное, я читаю там The Wall Street Journal, например, которая не сильно любит Трампа, например, но и не занимается там постоянно выискиванием, где он там мятую рубашку надел. Ну, это очень просто. Вы не смотрите Fox News и не читаете Daily Wire по поводу Байдена и демократов. Вы не смотрите MSNBC, CNN и не читаете New York Times по поводу республиканцев. Ну, это просто так. Это надо понять, что эти войны культуры, культурные войны, они уничтожили кучу стандартов в американской журналистике. И прямо вот у нас с тобой на глазах, мы с тобой люди уже пожившие, много чего помним. Вот. И, ну, сегодня вот эта картина, она такая, какая есть, ничего с этим не сделать. Что касается Украины, да, я тоже удивлен, сколько идет каких-то бесконечных разговоров про то, что вот-вот там что-то рухнет и так далее. Я вот, кстати, не помню, говорил или нет, где-то, ну, может быть, месяц назад был на конференции, участвовал в сессии с генералом Беном Ходжесом, бывшим командующим сухопутными силами НАТО в Европе. Вот он на эту же тему говорил, кстати, Евгений Алексеевич. Я, говорит, читаю, я просто, ну, типа, офигеваю, сказал он, ну, синоним. Все обсуждают, там, типа, там, какой катастрофой была Авдеевка. Вы, говорит, посмотрите хоть на карту для начала, потому что, говорите, что это катастрофа, там, сколько там, от Донецка, там, 30 километров или сколько, 20 километров. На север причем. Не в сторону Киева, условно говоря, не в сторону Дипра, а на север. Откуда-то вот в последнее время то же самое. Ну, мне интереснее слушать людей, которые не в монополию играли, там, не в игру Харцу Вайрон, да, так сказать, онлайн, для того, чтобы что-то понять про военные дела. А вот это реально генерал. И служивший, и воевавший. Поэтому я, думаю, я отмечу другое в последнее время. Появившееся, да, Путин, так сказать, усилил удары по Харькову. И вот в последнее время было парочек статей, я не помню, в американской прессе, по-моему, одна была где-то в Британии промелькнула. Все. Путин готовит массированный прорыв к Харькову, он хочет взять Харьков, Харьков. И, значит, вот после этого начнется коллапс Украины. Ну, или, точнее, Зеленску будет очень трудно отказаться вести переговоры. Таких признаков этого пока я не вижу. Даже я, не будучи военным экспертом, мы с тобой, соответственно, кто у нас? Старший лейтенант и запас. Вот. Даже уже теперь отставные окончательно. Даже если Путин хотел бы нас призвать, он не сможет. Да, уже поздновато. Поздновато уже. Вот. Ну, поэтому, понимаешь, я, да, я думаю, что нужно, ну, кстати, я думаю, что это была бы хорошая идея. Какой-то, может быть, пул экспертов, который бы делал еженедневную, еженедельную оценку. Может быть, даже экспертов с разными взглядами в целом, но которые пытались бы сойтись в какой-то одной точке, какой-то одной более-менее объективной точке зрения, что мы видим. Потому что это, конечно, какой-то просто, ну, 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 это очень плохо. Скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, сейчас будет происходить в России? Потому что вот сейчас такой период, меньше месяца остается до инаугурации Путина, как бы мы ни относились к прошедшим выборам, как бы мы ни оценивали плоды путинского почти 25-летнего правления. Но ясно, что, значит, он начинает свой новый, не вполне легитимный срок. Но, как сказал кто-то из американских политиков, мы исходим из того, что де-факто Путин продолжает править Россией. Мы выводим за скобки наше отношение к прошедшим выборам, а типа больше нам не с кем там дело иметь. Но вот это время, ты знаешь, обычно это время интриг, подковерные борьбы, клан на клан, кто будет следующим премьер-министром, останется ли Мишустин или придет какой-нибудь Патрушев-младший, какие кланы выиграют, какие проиграют. Ты чего ожидаешь? Или, может быть, все останется по-прежнему? Ну, мой инстинкт, вот инстинктивно хочу ответить тебе. Я так думаю, что ничего принципиально не изменится. Я думаю, что для Путина это очень важный момент показать, что все нормально, все стабильно. И на самом деле, судя по реакции, после вот видео, которое было выложено, так сказать, в соцсетях из Орска, где Путин, где после потопа вот этого люди вышли на площадь и скандировали «Путин, помоги». Я думаю, что, собственно, он действительно ничего менять не должен. Почему он должен что-то менять? Если он будет убирать, ну, он уберет Мишустин, например, ну, значит, первое, что люди скажут, да, Мишустин, который был очень непубличен, начиная с 22-го года, наверное, его заподозрили там в измене. Потому что Мишустин, ну, не стучи, что с Путиным, вот он становится временным президентом. С полным набором полномочий. Вот это надо помнить, что человек, который в случае внезапной смерти Путина, например, или болезни, придет не в случае переворота в Москве, это отдельно, потому что переворотчики будут что-то своего хотеть. А вот, ну, если с Путиным что-то случится, то президентом становится премьер-министр. С практически теми же полномочиями на 90 дней, что и у президента, там, кроме, по-моему, распуска парламента, который никому все равно не нужен, нафиг. И в этом смысле фигура премьера очень важна. Значит, все, ну, как я понимаю, вот Татьяна Становая писала большую статью на сайте, русскоязычном сайте Фонда Карнеги за межурный мир. Вот она считает, что будет какая-то, как говорит Лукашенко, он будет перетрахивать там всех в правительстве и менять премьера, и будет переводить все на рейсы там мобилизационной экономики и мобилизационной политики и так далее. Потом посмотрим. У меня нету пока оснований думать, что это произойдет. Потому что пока что вот внешние параметры, как мне кажется, те, которые полностью устраивают Путина. И в политическом плане никаких у него, так сказать, не видно волн. В экономическом у него все те же самые люди, которые, на которые он всегда полагался. Ну, там, коллективность Силуанова-Набиулли. А с возрастом люди становятся все менее революционными. А Путин становится, конечно, все более консервативным в этом плане. В смысле кадровых решений в том числе. Он не очень многих поменял-то за последнее время. Если так посмотреть, сколько людей поменяли, да никого. Хотя он может поменять кого угодно, никаких проблем не будет. Поэтому у меня ощущение, что как раз каких-то больших вздвигов не будет. Если будет, то я бы так сказал, скорее всего, это будет отражать представление Путина о... Либо это будет отражать представление Путина о личной лояльности, нелояльности, подозрениях и так далее в отношении кого-то. В отношении прежде всего премьера. На мой взгляд, это самое важное. Во-вторых, это может просто даже отражать, да, какие-то внутриэлитные разговоры. Кто последним к Путину зашел и предложил какой-нибудь волшебный план, как сделать мобилизационную экономику еще лучше, чтобы она не перегрелась, ну, может, он скажет, да, ну, давайте посадим там метафорическую Патрушева-младшую, которая действительно, так сказать, идет по пути подъема. Возможно. Я от нее... Ну, вот, как бы, хочу быть однозначным. У меня нет ощущения, что Путин будет что-то менять. Он всем своим видом показывает, что все в стране хорошо. Вот случились эти затопления. Орс, теперь Оренбург под ударом. Он туда не поехал, он поехал в Китай и так далее. Все говорят, это он испугался. Чего он испугался? Людей, которые кричали, Путин, помоги, да они бы к нему выбежали бы и в ноги поклонились. А он едет в Китай. Он показывает, на мой взгляд, этим, не то, что что-то там испугался каких-то людей. Он показывает, что, ну, там решат, назначенный мной губернатор, что-то сделал. А я поеду заниматься, не царское это дело, смотреть там, как какая-то изба тонет. Он это делает раз в год на этих курултаях под названием «Прямая линия с президентом». «Батюшка, почините газовую трубу». Ну, вот он чинит. А так не царское дело говорить с императором Великой Восточной империи, у которого Путин уже, так сказать, думаю, практически... Ну да, у меня тоже ощущение, на самом деле, что все эти разговоры о каком-то новом пакте, который якобы заключен между различными группировками российских элит, о том, что будут большие перестановки и неожиданные назначения, бла-бла-бла. Все это лопнет, как мыльный пузырь. Мы увидим. Ну, может быть, какие-то люди уйдут в отставку. Ну, вот там Лавров у нас, ну, совсем уже старенький, совсем из него песок сыпется. Ну, назначат этого самого, который похож на качан капусты в Совете Безопасности. Это он у нас заседает. Кто? Ну, представитель России в ООН. Не Бензи. А, не Бензи, понятно, да. Да-да-да. Ну, там, может, кого-то и замминистра, значит. Я, кстати, не думаю, что Лавров уйдет тоже. А это все разговоры, которые, по-моему, на этом специализируется газета «Коммерсант» конкретно. Вот это разговоры. Лавров устал. И вот очень просил Путина, чтобы его отправили в отставку. Вот это, знаешь, как «я устал, я мухожук». Вот, короче говоря, это все. А может быть, действительно, и Лавров останется. Я абсолютно уверен, что… И его стабильность. Стабильность у него. Да, да, ничего не изменилось. У Путина, ну, наверное, какой-нибудь метафорический Патрушев может пропихнуть своего сына, там, из Минсельхоза, вице-премьеры, предположим, с кустовой ответственностью за распил. Возможно, это может быть, я могу это себе представить. А другого вице-премьера или создадут, или какого-то вице-премьера перебросят куда-то еще. Ну, мало ли что, может быть, какие-то пенсионеры, может быть, есть. Но надо пойти посмотреть просто список людей в правительстве. Ну, наверное, те, кто постарше, может Путин кого-то поменять. Но в целом я абсолютно убежден, что он будет всем своим видом показывать, что… Как это, Александр Первый сказал, да, при мне будет как при бабушке, да? Ну, вот что вот… А здесь, то есть, как при дедушке будет, как при нем всегда и было. Вот, поэтому я бы не стал здесь какие-то… Это все немножечко вот это такое… Есть такое английское выражение «накачивание горячего воздуха», да? Вот когда хотят из мухи раздуть… Вот как это, из мухи сделать слона, да? Вот это вот, накачивание горячего воздуха, это все «hot air». Вот это немножечко такой политологический «hot air». А, вот что будет. Да ничего, это же не выборы, это ничего. Ну, сложат они эти формально полномочия, а потом так же формально получат. Потому что, опять же, важно. Путину важна предсказуемость в отношении элит. Особенно после Пригожинского мятежа, который был действительно важнейшим событием в последних лет. Ему важно, что все под контролем, что у него все хорошие. А то, ну как, сменили Мишустин. Куда ты уберешь бывшего премьер-министра? Просто так, его никуда не уберешь. Значит, что же у Путина? Работал плохой Мишустин? Это, ну как так? А за что убрали человека? Что он плохого сделал? То есть, это же момент с моей точки зрения, который очень много говорит о том, как Путин себя видит. Вот в этом плане он, скажем, отличается от Сталин. Он во многом, в чем уже не отличается, но в этом отличается. Сталин любил тасовать. И то к концу жизни меньше тасовал. Но он считал вот это нормальным. Потому что так вот все боятся, так все знают, что он единственный вершитель судей. Путин не такой. Он очень, он иначе смотрит на это. Путин бюрократ. Он все-таки парти... Сталин был чудовищный чувак. Но он был политик и, если угодно, партийный аппаратчик в какой-то момент. То есть, своего рода тоже политик. Ну, Путин бюрократ. Прежде всего бюрократ. Спецслужбист. У него другое представление о том, как формируется даже, в том числе, его образ. Он не может позволить себе произвести такие перестановки просто так. То есть, условно говоря, с Медведевым это было, ну, по-моему, в том числе и потому, что Медведев был не очень компетентен на посту премьер-министра. Даже с точки зрения Путина. То есть, вот, а то, что мы видим сейчас, эту деградацию человека, потому что неважно, кто пишет его твиттер. Наверное, СММщик какой-то, но он же отражает, что человек не может писать его помимо Медведева просто так. Я думаю, что отражает что-то, что было лично с Медведем и восприятие Путиным эффективности Медведя. А Мишусин другой человек. Он профессиональный налоговик, типичный такой очень менеджер-технократ, ничего такого плохого не сделал. Медведев